Всем добрый день! Я буду рассказывать еще о трех открытых проблемах в области космических лучей. Начнем с перехода от галактических лучей к внегалактическим. Как уже упоминал Павел, существует некая стандартная модель описания галактических и космических лучей, которая говорит о том, что источниками лучей будут остатки сверхновых, будет происходить ударное ускорение, будет диффузное распространение ядер в межзвездных магнитных полях. И, соответственно, количественный состав лучей будет зависеть от магнитной жесткости. Уже тоже мы увидели эту картинку сегодня. На этом графике изображен спектр галактических лучей. Здесь видны различные частицы, но нас интересуют ядра железа, которые внизу показаны. То есть спектр галактических лучей обрывается на 10 восьмой гигаэлектронной вольт, то есть 10 в 17 вольт. Но я хочу еще раз напомнить, что магнитная жесткость это просто отношение к заряду. И она практически равна произведению магнитного поля на гирорадиуме. Больше ничего. И, соответственно, приведен спектр галактических лучей. Я тут зачем-то картинку продублировал два раза. Не могу объяснить смысл этого. Но, в общем, суть в том, что здесь приведен еще один спектр. Как мы видим, если мы сравним предыдущую картинку и эту, может быть, их надо было вместе показать. У нас здесь мы видим, что спектр галактических лучей спадал как энергия в степени минус 2,7. Здесь спектр спадает как Е в минус треть. Соответственно, возникает такая проблема, как сшивка этих двух спектров. И сейчас я расскажу о трех моделях, которые применяются для описания. И все эти модели описаны в статье Вениамина Березинского. Две модели. Они называются модель лодыжки, Ankle Model, и модель погружения, Deep Model. Соответственно, что говорится в модели лодыжки? Модель лодыжки говорит о том, что у нас спектр галактических лучей вплоть до энергии 10 в 19-й. Это спад как Е в степени минус 2,7. А уже на энергии 10 в 19-й электрон-вольт начинается, собственно, спектр вне галактических лучей. Здесь возникает такая проблема, что, как мы видим, здесь пунктирной линией изображен как раз спектр, это ядра железа. Как мы видим, сплошной линией изображен спектр уже вне галактических лучей. Как мы видим, есть некая область, где точки черные и белые, это просто данные двух экспериментальных, двух телескопов. Как они плохо ложатся на любую из кривых. Соответственно, возникает проблема в том, что мы не знаем какого-либо источника, который бы смог ускорить ядра железа до энергии 10 в 18-й, 10 в 19-й электрон-вольт. Вторая модель, которой график изображен слева, это модель погружения. Она говорит о том, что у нас спектр до энергии 10 в 18-й преобладает спектр ядер железа, а затем начинается спектр вне галактических протонов. Соответственно, как мы видим, такая модель лучше соотносится с полученными экспериментальными данными. И есть еще модель, она объединяет эти две, называется она Mixed Model или смешанная модель, если по-русски. Соответственно, говорится не о том, что действительно есть... То есть она, по сути, это такая несколько усложненная модель погружения. Говорится о том, что действительно на энергиях до 10 в 18-й преобладают ядра железа, а затем начинаются вне галактические ядра, но не только протоны, а, скажем, еще ядра легких ядр... Ну, просто легкие ядра, как, например, гель. И вот эта точка перехода одного спектра в другой, она может быть в разных местах в зависимости от каких-то параметров задач, например, от, может быть, амплитудного веса спектра, допустим. Ну, и вообще Березинский в своей статье говорит о том, что, ну, если учесть, скажем, все потери энергии, например, рождение электрон-позитронных пар, анеопатическое решение Вселенной, в общем, можно просто все это честно сшить, но на данный момент таких строгих рассуждений еще не проведено. Ну, здесь я добавлю два слова. Вы видели, что эти модели, они просто отличаются тем, что в каждой следующей будет еще один дополнительный параметр, чтобы лучше подогнать под результат. Но при этом все эти модели рассматриваются, на самом деле, с точки зрения эффекта распространения космических лучей, прежде всего, вне галактических. Потому что, что касается источников, то берутся просто примитивный спектр, и все. Происточник просто ничего неизвестно. Но Березинский, этот человек, он один из самых главных в теории космических лучей, он начинал еще с Гинсбургом, его аспирантов, он как раз специализируется на распространении эффектов потери энергии разных рактов космических лучей. Поэтому для него это и важно. Что касается генерации источников самих, то о них, так сказать, в предыдущем докладе была речь о сверхновом, а о других источниках очень мало чего известно, гораздо меньше, чем о распространении. Березинским я последний раз открылся, наверное, 3-4 назад, но он тогда уже говорил, что у него очень резко падает зрение, и поэтому это одна из последних его содержательных работ. Но он писал работы большие. Физрей, ее типичные статьи, это по 30-40 страниц. Это серьезно. Исследование зрелось, но это просто распространение. Теперь поговорим о гамма-лучах предельно высоких энергий и их связи с космическими лучами. Здесь приведена картинка слева, в левом столбце, это взрывы сверхновых, четырех различных сверхновых. Слева это просто в рентгене сделано изображение, а изображение справа, это с помощью телескопа ХЭС получено изображение в гамма-диапазоне. Соответственно, как мы видим, давайте, например, на рисунок Б справа посмотрим, здесь мы видим такой яркий ободок. Соответственно, это прямое просто доказательство того, что ударная волна является источником излучения. Ударная волна при взрыве сверхнового является источником космических лучей. Но здесь остается вопрос открытым. Что это? То есть, это есть излучение электронов при движении просто по герорадиусу? То есть, это синхотронное излучение. Либо же это излучение протонов просто при столкновении с частицами. Потому что протон не мог просто синхронно излучать, просто потому что его масса больше, много больше массы электрона. Соответственно, синхронное излучение здесь может быть только электронным. Вот такой остается открытый вопрос. И еще... Ну вот я про это еще немножко добавлю. Александр поменил ХЭС. Это телескоп, который установлен в Африке, только на воскогровом платье. Павел Наркасов его упоминал. Он стоит из четырех синхронно-детектирующих телескопов, детектирующих на самом деле оптическое излучение от чистых фотонов, которые породили, столкнулись с частицей в атмосфере, и та породила черенковское излучение. И еще черенковское излучение не в воде, как вот в тех детекторах, а именно в воздухе. В воздухе в кайфе положения тоже больше единицы, хоть чуть-чуть. И поэтому черенковское излучение там возможно. На этом принципе, оказывается, можно построить как раз детекторы фотонов с энергией в районе терра-электрон-вольта, 10-12. Ну, отдаление терра-электрон-вольта до десятка терра-электрон-вольта. Такой прибор был построен совсем недавно, в основном благодаря усилиям Феликса Агараняна, такой известный физик, который сейчас в Германии работает. Сейчас строится еще несколько аналогичных установок. И это, вот то, что показывал нам Александр, это одно из первых таких наблюдений, распределенных источников термных гамма-квантов, которые открыли как бы эру термной гамма-астрономии. То есть до этого термных энергии видели только точечные источники. Ну, практически не разрешали сверхновые. Либо не сверхновые, либо микроквазары наблюдали термных источников, в лучах. Ну, даже некоторые пульсары наблюдали в долях ТЭО. А это вот первая картинка такая. Это, по-моему, 2007 год. Первый результат был получен. Ну, и теперь два факта, которые были получены при наблюдении космических лучей с использованием телескопа Памела. Во-первых, при... Не то, что надо сказать, что это за телескоп. Я два слова могу сказать. Это уже не наземный, а спутниковая обсерватория. Она была запущена в 2006 году на российском носителе, но и в российской платформе. Но она включает в себя... Она очень тяжелая. Она включает сильный магнит. И поэтому и спектрометр, который может измерить энергию частиц с очень хорошей точностью. Вот здесь энергия от долей ГЭВа до сотен ГЭВ показана. А точность измерения энергии, она составляет, по-моему, чуть ли не несколько мэр. То есть очень хорошая точность. Причем сильное магнитное поле позволяет разделять частицы с разными зарядами. И в том числе мерить даже античастицы, поскольку они просто в другую сторону отклоняются к магнитному полю. И она как раз была способна для того, чтобы мерить не только космические лучи, но даже и редкие частицы антиматерии, и в том числе потенциальные частицы от распада темной материи. Пока результатов по антиматерии и темной материи там немного, они есть, некоторые специфические, мы здесь их не обсуждаем, а вот про то, что она намерила в позитронах и в протонах, сейчас они что-то намеряют. То есть был снят спектр позитронов в космических лучах, и было зарегистрировано такое число позитронов, которое превышало теоретические представления о количестве. Соответственно, по данным наблюдениям возник вопрос, то есть либо не учтен какой-то механизм образования позитронов в космических лучах, либо есть какой-то источник позитронов, то есть либо это какой-то астрономический источник, либо это какой-то экзотический источник, например, распад какой-то темной материи, какой-то распад темной материи, при котором образуются эти самые позитроны, лишние, которые не могли быть предсказаны в стандартной модели распространения космических лучей. Ну, а обычно те позитроны, которые стандартно предсказываются, это, скажем, вторичные. Вот здесь космические лучи обычные, электроны, протоны, гелия и так далее. Они сталкиваются с другими ядрами, и в результате их сопровождения рождается какое-то количество позитронов. Их можно рассчитать, если мы знаем, сколько обычных космических лучей. И вот эти расчеты оказались ниже, значительно, чем вот кто-то дала помелость. В черном, да? Да. И это вот как некая загадка, которая до сих пор не очевидна. То ли расчеты неправильные, то есть, конечно, первым приходит в голову. Там разум два различия. Да, разум различий существеннее. То ли действительно есть новый источник, то ли есть и астропедический, мы не знаем, то ли это в темной материи распадает. Есть количество самих лучей? Безетронов? Нет, лучей. То есть, этих аналибов есть. Но здесь... Они каким-то другим способом? А у их сперта-то известен средний. Считается, что помело, хотя она летает вблизи Земли, но меряет, так сказать, более-менее средний сперта, который к нам приходит. Они известны по другим, по наблюдениям АЖ или всех других установок. Его сильно не изменят, что там ошибки в два раза уже нет. Этсперту долго проверяли, разными устройствами. И, наконец, тот же самый телескоп помело наблюдение космических лучей и, соответственно, получение спектра протонов и ядер гелия в этих лучах. Как мы видим, здесь... Вообще считается, что спектр частиц, он такой общий для всех ядер. Но, как мы видим, спектр протонов и гелия, он просто... У него, во-первых, форма другая, во-вторых, у него есть... То есть, вот, например, у спектра протонов есть просто такой характерный еще перегиб. То есть здесь опять возникает вопрос. Либо какой-то механизм нелинейности, неучтенный при... Да, там... Диффуз шок акселерейшн. Либо... Либо просто... Есть другой источник. Да, ускорение частиц, которые как-то дифференцируют частицы и ускоряют их по-разному. Ну, а здесь вы заметили, что опять здесь на есть степень 2,7 умножить, чтобы легче было. Да, для удобства. Отличие. Анализ картинки. А там никаких... Никаких особенностей в этом спектре для протонов и гелия, ну, так как для абазитронов, не должно было быть. Он должен быть плавный, просто здесь в степени минус 2,7 десятка. На самом деле, вот при точном анализе в этих энергиях, оказывается, он наблюдает. Причем именно вот здесь в низких энергиях. Например, он не может мерить энергии больше сотен ГЭС, потому что просто детектор ограниченной массы, и эти частицы нечем поглотить, зарегистрировать на спутнике. Ну, почти такое же ограничение вот на большом адронном коллайзере. Там до 4 ТФ могут мерить энергии частиц, поскольку там можно многотонные поставить, поглотить их частиц на спутник, такое уже не выгодно. Поэтому там на большом адронном коллайзере в несколько раз больше энергии максимальной, которую можно померить и определить спектр. Ну, в общем, один из этих примеров...